Приветствую вас! Надо сказать, что с точки зрения профессиональной психотерапии у вас наблюдается родительский сценарий, то есть отец, который пил и который, вероятно, относился к вам негативно, а также мать, которая тоже вас, судя по всему, унижает и тоже ведет себя достаточно деструктивно по отношению к вам, вот все это сформировало у вас такую модель взаимодействия с людьми, такую модель отношений с людьми, на мой взгляд, которая подразумевает, ну, в принципе, подразумевает определенное унижение этой стороны мужчин к вам. То есть я хочу сказать, что вы изначально стремитесь к такому мужчине и к такому, по-видимому, отношению к себе. Изначально вы стремитесь. Которая подразумевает жестокость по отношению к вам. К сожалению, к сожалению, мне видится именно такой момент, к сожалению, мне видится именно такой аспект. Связано это с тем, может быть, что вы по своей природе мазохистично, то есть в глубине души считаете, например, что к вам можно, а с вами точнее, можно обращаться негативно, вот. Ну и на уровне, так сказать, опять же, поведения вы можете считать, допускать то, что, например, то, что вам можно, там, грубить, вас можно обижать, оскорблять и так далее, вот. То есть, на мой взгляд, именно это, именно это и, значит, определяет то, как, как конкретно вы выстраиваете отношения с, ну, вот, собственно, с мужчинами. Вот. И почему вы так с ними выстраиваете отношения? Потому что это уже не первый раз, когда у вас, судя по тому, что вы описываете, происходят какие-то проблемы, да? То есть, это уже не впервые, не первый раз такое происходит. До этого отношения у вас тоже с мужчинами не складывается, судя по тому, что я прочитал. Причиной этого занижена цена оценка и, как я уже сказал, что очень важным является мазохизм. Это определённая такая вот мазохистичность по отношению к себе. Вот. Возможно, здесь ещё есть некие страхи, но тем не менее. Значит, смотрите, вы пишите, что вы познакомились с мужчиной полгода назад, и он вам предложил переехать в другой город, да? Значит, прямо там ему выгоднее развивать бизнес. Вы пишите, что всё развивалось достаточно быстро. Тут хотелось бы вас, конечно, спросить, что именно развивалось достаточно быстро. То есть, мы говорим про отношения, допустим, которые развиваются достаточно быстро. или про что мы говорим. То есть, как может развиваться что-то достаточно быстро, если это напрямую зависит от вас. То есть, я говорю сейчас абсолютно серьёзно. Да, то есть, должно зависеть от того, что развивается. То есть, что конкретно развивалось быстро. Давайте этот момент поисследуем. Дальше. Значит, так. МЧС предложил вместе переехать в другой город, так к нему там выгоднее развивать бизнес. Смотрите, как бы, он действительно может вам сделать такое предложение. Он действительно мог его сделать. В этом действительно самом потребении ничего плохого нет. Но! Есть одно но. Дело в том, что вам нужно было бы получше бы его узнать хотя бы. Да, то есть, просто вот как-то получше его узнать, пожить с ним, может быть, и так далее. Вот. То есть, чтобы вы понимали, что это за человек, какой это человек, и так далее. А то, так получилось, чтобы вы просто взяли в неизвестность, поехали с тем, с кого вы не очень хорошо знали. Да, сразу, по сути, стали от него чересчур зависими. Вот. У этого есть, опять же, ваши мотивы, субъективная сторона, которую необходимо исследовать. А я сомневался, так для меня это выбор, между успешной карьерой, друзьями, родителями, все это я оставлял, и в будущем, в другом городе, с мужчиной, которого я мало знаю. Ну, вот. Собственно, вопрос. Возникает. Почему вы поставили на первый, на первый план, на первоместный мужчину, которого вы мало знаете, а не работу, успешную карьеру, да, друзей, родителей, это такой момент тут. Не очень, не очень понятно, как вы говорите о родителях, если ваша мама, она вас, как бы, принижает и так далее. Тут, конечно, есть определенные детали, на мой взгляд. Дальше. Я решил попробовать, так как была симпатия сильная. Ну, опять же, симпатия, даже не любовь. То есть, вам, на мой взгляд, надо бы признать, что имели место быть определенные желания у вас, имели место быть определенные потребности у вас. То есть, вы для чего-то, ну, эти отношения ступили, вы чего-то хотели для, скорее всего, ну, для себя, скорее всего, чего-то хотели вы. Вот. На мой взгляд, это очень важный момент. На мой взгляд, это то, что вам необходимо также для себя исследовать. На мой взгляд, по моему мнению, что вам нужно было от этих отношений, отношений, что вы хотели, как бы, от этих отношений. Вот. Это очень важно, потому что симпатия не может быть, значит, поводом для того, чтобы вы, ну, собственно, переехали с мужчиной, практически чужой мужчиной, в другой город. Да, то есть, симпатии мало. Нужно что-то больше, чем симпатия. Вот. Ну, в данном случае, в данном смысле, нужно что-то больше, чем симпатия. Вот. Это с одной симпатии мало. Ну, вы, ну, для вас этого оказалось достаточно, значит, вы чего-то хотели. Вот. Ключевой момент заключается в том, чтобы определить, что вам действительно было нужно. Дальше. Перед приездом я предложил поговорить и обсудить мои страхи. Какие? Какие страхи? Вы не очень... Мы не пивьте, о каких страхах идет речь. К тому моменту, и к тому моменту я начала замечать пристрастие к алкоголю. Я, честно, сказал, что мне это не нравится, что я не вижу будущего с алкоголиком. Мужчина пообещал перестать пить. А взамен что? Не, ну вот, эээ, серьезно, а что, что взамен? Что-то он обещал перестать пить. Хорошо, перестать пить. Он, допустим, поддержал свое слово и перестал бы пить. Что взамен? Ведь если человек что-то перестает, он должен что-то получать. Я не увидел, что он что-то получает. Дальше. Мы переехали в другой город и начали друг другу, друг другу открываться. Ну, хочется, конечно, здесь у вас, опять же, спросить, почему вы не открывались раньше, то есть, почему открывались только вот на новом месте. На мой взгляд, это несколько странно, потому что открываться вы могли за полгода, тем более, что вы говорите, что у вас все достаточно быстро развивалось, что здесь либо есть какие-то неточности у вас в рассказе, либо вы чего-то не договариваете, чего-то не объясняете. Дальше. С детьми нас жили только в этом городе вместе. Почему не пробовали раньше? Мужчина продолжал выпивать, я нервничал и как будто потерял уважение и трепет. Из-за чего вы нервничали? По какой причине вы оставались с ним, когда он пообещал перестать пить и продолжал выпивать? На что вы надеялись? На что вы рассчитывали? Да. Вот это вот и есть та позиция, о которой я говорю. Позиция мазохистическая. Мазохистическая позиция. То есть, позиция связана с тем, в данном случае, как вы себя чувствуете. Позиция связана с тем, в данном случае, что вы там, например, терпите какие-то вещи, ну, по отношению к себе, например. И, собственно, не совсем понятно, для чего и почему вы это делаете. Какая цель? Дальше. Так, я нервничал и как будто потерял уважение или трепет. Это очень очевидно, что мужчину вы идеализировали, да? Потому что сейчас началось разочарование. Мне было обидно, что я оставил многое, чтобы быть человеком, а он меня обманул. Здесь идет принос ответственности, потому что вы остались с человеком не ради себя, а ради него. Если вы это сделали ради себя, то, как раз, речь идет о мотивации, для чего вы переезжали и почему оставили, то-то оставили. То есть, понимаете, это была жертва для вас. Вы были к ней не готовы, но вы сделали выбор, не обеспечив его своей собственной ответственностью и мотивацией. Дальше. Человек меня обманул, как сказать, обманул. То есть, можно ли считать обманом обещание перестать, например, пить, но при этом ничего, ничего не предлагая, не вырабатывая взамен? Можно ли? Вы правда поверили, что он перестанет пить? Вы правда этому поверили? Я так не думаю. Начались скандалы. Ну, опять же, в скандалах участвуете вы, в том числе, в том числе, в том числе. То есть, вы принимаете участие в скандалах и, как бы, ну, вносите в них вклад в скандалы, вы. Поэтому нужно спросить вас, почему именно вы скандалили? Как именно вы способствовали тому, что эти скандалы появились? Дальше. Молодой человек стал прятать алкоголь. Ну, классическая история. После того, как МЧ выплав, он стал навязываться агрессивным, унижал меня оскорблениями, ломал вещи. Ну, это проявление алкоголизма. У меня пропало сексуальное желание, в целом изменилось отношение. Почему вы вместе не продолжали находиться? Я перестал их находить в компромиссы и подстраиваться. Что говорит о том, опять же, что, с одной стороны, человека вы таким, как он есть, не принимали, а с другой стороны, что нахождение компромиссов для вас являлось чем-то очень неестественным. Так, в моем детстве пил одеты, у меня это болеет, с точки зрения психологии, вас воспитали жертвой, вот, с точки зрения психологии, вы не сделали ничего, вы не сделали ничего такого, чтобы вас, например, в кристаллы задевать. Ну, то, что люди выпивают. Вот. То есть, это вот, это вот, вопрос, все-таки два. Вот. Это именно вопрос, вот к... Там, это вопрос одном, а... как в относительность... к алкоголю... к алкоголю. Вот. И... соответственно. Это нужно исследовать. Почему алкоголь, допустим, для вас болезненно? Дальше. Я сказал мужчине о своих переживаниях и предложил закодироваться. Как бы сказать. Но опять же, здесь нужно исследовать, как именно вы сказали мужчине о своих переживаниях, что именно вы ему выразили и как было предложение. Но предложение закодироваться – это не решение проблемы. Это просто работа со следствиями, но не с причиной. Дальше. Так. Два месяца я боролся с этим. Зачем боролись, с чем боролись, непонятно. То есть, повторяйте позиции своей мамы. В итоге, молодой человек пошел закодироваться. Мне сказалось, что на полгода я хотел пойти с ним. Нет, на пресс отказался. Для чего хотели пойти? Почему отказался? Как вы восприняли его отказ? После этого человек знал, что он вспыльчивым. Я боялась сказать что-то, что не западает с ним. Вот, правильно. Потому что вспыльчивость – это опять же еще один симптом. Симптом его проблемы. Не алкоголизм, алкоголизм – следствие. Он храпит. Так. Он храпит. У меня четкий-четкий сон. Не могу спать. Может быть, вы хотели сказать тревожный сон. Тревожный сон, не четкий. Тревожный. Тревожный, в данном случае, она совсем другими причинами. Ага, не помогают даже берущие. Я спала на кухне на кушетке. То есть, вот, как бы, да, это вот опять снова, снова такая жертвенная позиция. Он меня доставлял спать. Ну, вот, снова, да, позиция жертвы. Никто не может вас доставить, кроме вас самой. Поэтому, если, как бы, очень легко сказать, что другой человек меня доставлял. Но, по факту, по факту, вы сами принимали решение. Он не может вас доставить. Никто не может вас доставить. Я иногда пробовал смириться, потому что с подрядом, да. То есть, несмотря на все неудобства, вы пробовали смириться. Что это, как незаниженная самооценка и, вероятно, некие страхи. Потому что есть что-то, что заставляет вас так поступать. Есть что-то, что заставляет вас себя обесценивать. Есть что-то, почему вы ведете себя так, как вы ведете. Дальше. Так. В одну ночь я начал ворочаться. И задовольствие возгрузило храпниче. Подумал, что я специально буду, чтобы он не храпел. И начал издеваться. Так. В общем, дальше у вас произошла кульминация недовольства. Вот. Вашего конфликта. После чего вы, пешки, собрали вещи, уехали к знакомым в этом городе. На протяжении недели просил прощение. Я просил. А какое решение вы приняли? То есть, ну вот вы простили. Хорошо. Решение было какое-то принято? Были ли приняты какие-то решения по этой ситуации в целом? Чтобы не допустить больше ее повторений. Были ли, повторяю, повторяю. Были ли приняты какие-то решения, чтобы такой ситуации больше не случилось? На мой взгляд, судя по тому, что я вижу, таких решений принято не было. Вами. И в чем тогда, в чем тогда смысл вашего, условно говоря, примирения? В чем тогда смысл того, что вы его простили? К примеру, если никакого решения, фактически, не было вами принято. В чем тогда смысл примирения? А его нет. Смысла примирения? Нет. Потому что вы абсолютно не позаботились о том, чтобы такого больше не случилось. Ну, то есть, вы рассчитывали, что он возьмет и, вероятно, просто перестанет это делать. Вот. И все. На самом деле, это так не работает. Не знаю, к сожалению или к счастью, но это так не работает. На самом деле, как бы, это довольно серьезно, что-то произошло между вами. И, соответственно, гораздо важнее было бы не то, что вы его простили, например. А гораздо важнее было бы то, что вы выработали решение. Так, получается, что вы вопрос простили, и все вернулось на круги своя, на круги своя. Вот. То есть, а изменилось-то что? Да. Вот. Ключевой вопрос. Что изменилось? Ничего не изменилось. Что по сути. Поэтому вы и пишите, поэтому вы и пишите о том, что, значит, ну, боитесь, продолжаете бояться. Вот. Дальше идем. Так. Значит. Я собрала вещи, которые смогла унести. Уехала с родителями в родной город. Ну, опять же, да. Почему-то вы не попросили друзей вам помочь. То есть, тут вот уже, да, кстати, вы говорили про людей, которые за нас стукатся. То есть, это, ну, что же, такая, ну, жертвенная позиция. Надо. Надо сказать. Ну, вот. То есть, в этом направлении тоже вам желательно поработать. Вот. Там, значит, заступаться за себя, то есть, как бы за вас заступаться не должны. То есть, могут, но не должны. Вот. Вот. Вы можете. 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 И должны, в первую очередь, ээээ, защищать вы сами. Сами себя. Вот. А вы этого не делаете. Вот. И привлекаете других людей. Так, ээээ, значит, ээээ, он купил, так, просто три недели, он купил мне билет. Эээ, чтобы я приехал, мы обсудили, что делал дальше. Я, а почему нельзя было дистанционно это сделать? Придел, узнал, что человек на полгода доказался на месяц. Он сам предложил мне купить вино и отказался. Он купил. Ни разу не предложил обсудить. Что именно? Вы же для этого при... ...лечили. Он предложил мне звонить и писать. В целом он заботливый, эээ, помогал мне всегда в домашних заботах. Устраивал спиды, обеспечивал, задаривал спидками. Сделал завтрак в постель, подарил поездку на море, забирал меня сразу с работы. Слушайте, ну это очень вспоминает, знаете, такого, к сожалению, скорее, это напоминает больше... ...эээ... ...отца. Вот. То есть, это больше напоминает родительское отношение с вам. А не... ...отношение мужчины и женщины. Вы понимаете? Какая штука. То есть, я ничего не хочу сказать, но... ...что вы описываете, это... ...скорее, поведение отца. Такого. А вы, соответственно, соответственно, ребёнок в этих отношениях. Вот. Как мне видится, как мне видится, что вы ребёнок в этих отношениях. Вот. И... ...соответственно... 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 ...ну... ...в том числе из-за этого... ...у вас проблема. Потому что... ...вы не выстраиваете равных отношениях. Отношений. ...как шкафу. Вы выстраиваете отношения, скорее, неравных. В которых вы являетесь жертвой. ...к сожалению. Вот. Ну и... ...соответственно... ...в том числе... ...в том числе и это. Ага. Нужно корректировать. Вот. Чтобы этого... ...чтобы этого не повторялось. Дальше идём. Эм... Так. Из-за того, что меня отец бил, у меня... ...эм... ...пил. У меня обострённое восприятие. С этим можно работать. И научить себя защищать. Личные границы отстаивать. Если человек проявляет агрессию, то я боюсь. Особенно в чужом городе, где нет никого. То же самое. То же самое. Эм... 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 Ну... 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 На самом деле. Эм... 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 Дальше... Идём... Идём... Так... Эм... Выпивал он по бутылке склиника и шампанское. Мог пить каждый день шампанское. Мог пить каждый день шампанское. Много людей расслабляться алкоголем. Эм... Да, у него алкоголизм. У него алкоголизм. У него алкоголизм. Есть ли смысл искать решения проблемы? Смысл это определяете только вы. У меня есть чувства, я не идеальное. Чувства какие? Я не умею где-то поговорить, подбодрить. Я могу спорить, но у него не всяко. Я оскорбляю. С этим нужно работать, опять же, чтобы у вас более такая чёткая позиция была по отношению к мужчинам. Я не достану такого отношения. Да, вы правы. Но для этого нужно перестать обвинять отца. Все равно продолжай винить себя. Всё в чём. Давайте разберёмся с чувством вины. Потому что оно, это чувство вины, родом из детства. И вам его, скорее всего, пытался примить сам отец. Вот. Видимо. Видимо. Вот. И, соответственно, если отец вас так себя вёл, то неудивительно, что и вы сейчас чувствуете вину, ну, так же, вот такая вот история. То есть, ещё раз, чтобы вы, ну, понимали. Вина это, вина у вас из детства. И, с ней нужно работать. Вина не позволяет вам, а, грамотно себя вести в отношениях. У вас проблемы с ответственностью, потому что вы берёте чужую ответственность. Вот. Это вам мешает. Вот. Ага. Мне, мне кажется, что так. Мне кажется, что так. Далее. Вы пишите о том, что ваша мама вас не поддержала. Так вот, вы пишите, что мне 31, я не замужем. А зачем вам замужествовать? Для чего? Дома меня не поддержала мама. А должна была? Откуда? Такое вот. И сама меня она унижает. Потому что вы, опять же, ей позволяете это делать. Скорее всего. Скорее всего. Скорее всего, вы позволяете своей маме это делать. Вот. Понимаете? Какая штука. То есть, вы с мамой отношения выстроить, судя по тому, что я вижу, адекватные отношения с мамой выстроить вы не можете. Так о чем же мы говорим тогда в контексте собственной мужчины? Да? То есть, как можно говорить в контексте мужчины здесь, если вы позволяете своей маме себя унижать, например. А перед мамой вы тоже чувствуете вину? Или как? А если да, то за что вы чувствуете вину? За что вы чувствуете вину перед мужчиной, например. Не потому ли вы чувствуете вину перед мужчиной, что вы считаете, что должны были сохранить отношения? Вина же, она, ну, на что-то упирается. Вина же, она имеет какие-то причины. Вина же имеет какие-то основания. В данном-то случае. Вот. Ну и, собственно, было бы очень неплохо, если бы вы, вот, определили для себя, о чем идет речь. Ну, конкретно, о чем идет речь. То есть, а конкретно из-за чего вы испытываете вину? Ну, чувство вины. Вот. Вот так вот. То есть, ваши вопросы, они, я бы сказал, не совсем верны. Верны. Вот. Потому что речь надо сприваться с мамой, с вашими родителями, с личными границами, которые вас хромают очень сильно. Вот. И уже потом, уже потом, только, ну, все остальное. Вот. Что для вас, наши друзья, насколько у вас корректные отношения, ну, корректные отношения с друзьями? Потому что, тоже, мне кажется, странно, что вы, вот, решили так быстро отказаться от своих друзей, от работы. То есть, такое впечатление, что вам это все, вообще, не особо важно для вас, что все не особо, не особо важно. Но это важно. Это важно. И это нужно разбирать. Вот. В целом, в целом, вы можете почитать про треугольность Карпмана. Я полагаю, там описано достаточно хорошо ваше поведение. Вот. Немножко смешает, что, судя по тому, что я, опять же, увидел, проблема у вас длится не первый год, а вы до сих пор не консультировались со специалистами. Ну, то есть, плавно, я имею в виду, этого не делали. Вот. Мне кажется, что это, ну, как бы, косвенно вскрывает ваше желание работать над собой. Вот. То есть, все-таки, рассмотрите, рассмотрите возможность, рассмотрите возможность поработать над собой, рассмотрите ваши возможности поисследовать себя, свои желания. Вот. Рассмотрите эти возможности, это очень важный момент. Вот. Ну, по моему мнению, очень важная история для вас, для того, чтобы вы чувствовали себя лучше, чтобы вы чувствовали себя комфортно и чтобы таких ситуаций больше не повторялось. Потому что тут чуть-чуть вины, да, ничего не сделать. Нужно именно, вот, работать над восприятием себя, в первую очередь, иметь четкую позицию свою. Вот. И уже потом, после этого будет видно, что вам делать дальше. Ну, очевидно, совершенно, что до этих пор вы имеете все риски ситуацию повторить. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. Вот. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация самым лучшим образом разрешится. Спасибо.